друзья всем добрый день приветствую вас на своем канале меня зовут настя лосева это канал рецепт вкусной жизни я вас сегодня приглашаю на свою кухню но совсем не готовить мы здесь будем а заниматься рассадой сегодня я хочу вам рассказать секреты сильной рассады сегодня мы с вами будем готовиться к богатому вкусному урожаю я расскажу все принципы которыми я руководствуюсь выращивание рассады почему я говорю что они немножко отличаются от тех возможно которые применяете вы сейчас все расскажу подробно все покажу наглядно сначала хочу начать с вот этой рассады перца посмотрите какой у меня хорошенький и сразу хочу сказать вы наверное замечаете да что он не такой прям огромный с листьями лопухами да хотя горшок кашпо у него литровая видите какой он но листья у него вполне абсолютно здоровые и даже уже выдвигаются цветоносы в чем же в секрет и в чем вообще дело значит хочу сказать что у любой рассады давайте мы с вами договоримся есть вершки и есть корешки так вот для того чтобы мы с вами могли получать все лето весь сезон очень богатый обильный урожай чтобы растения которые мы с вами выращиваем соответствовали тому что заявлено на упаковке то есть чтобы мы получили такое же растение с вами и не были разочарованы нам нужно сделать несколько действий во первых то что я уже говорила когда мы с вами делали посевы обязательно нужно правильно рассчитать сроки посева рассады для своего региона я знаю что в многих регионах сейчас только начинают сеять потому что такие температуры ничего страшного есть хорошие средства которые помогают ускорить рост и развитие самое раз самое главное рассады хочу сделать акцент именно на то что нам важно развитие рассады они не буйный и и и рост в чем же здесь отличие отличие в том смотрите опять же я вам говорю что да у рассады есть вершки а есть корешки сейчас сейчас постараюсь поближе показать и рассказать о чем я имею ввиду о чем я хочу вам сегодня рассказать рассказать я вам хочу о том что в рассаде самое главное это не вот этот вот верх который мы выращиваем а ее корни дело в том что во многих источниках мы можем увидеть о том как люди дают советы чем начать кормить рассаду азотом обязательно ее кормить потому что нам нужно нарастить хороший листовой аппарат я абсолютно согласна что листовой аппарат растению необходим но на первых порах растению необходимы корни сейчас я расскажу вам что происходит когда мы начинаем кормить усиленно нашу рассаду рассаду химии химическими удобрениями мочевиной но это азот и есть калием натрием отдельно магнием и так далее даже комплексным удобрением что происходит у нас есть корень который начинает вот из этого горшочка впитывать то что мы ему дали те химические удобрения и этот это растение начинает усиленно наращивать листья наращивать габитус и мы получаем такой огромный шарик рассады дальше это питание заканчивается и вы начинаете писать задавать вопросы почему у меня желтеют листья на рассаде почему они начинают сохнуть отпадать появляются темные прожилки светлые прожилки появляются темные края светлые края наоборот или растение просто начинает засыхать а все происходит из-за того что у нас нет баланса между между вот этой верхней частью габитусом растений и корнем потому что питание здесь нет и вы начинаете опять кормить потому что вам нужно как-то сохранить вот этот верх правильно бы его вырастили же не зря а корни опять не начинают расти потому что им не зачем расти зачем развиваться если вы постоянно туда льете и льете и удобрения корни у нас развиваются тогда когда им начинает чего-то не хватать то есть растение это достаточно умный организм в котором генетически заложено что он должен правильно развиться поэтому когда происходит так что корень который вот у него есть нарастил листья достаточной массы который этот корень может прокормить верх перестает у него расти затормаживается в росте и начинают расти корни для того чтобы искать ту же самую влагу и то же самое питание корни наросли растение чувствует что эти корни могут прокормить еще листья он выпускает еще листья или наращивает вот эти вот делает побольше опять останавливается опять наращивает корневую систему и так происходит вот этот вот симбиоз а между верхней и нижней частью растений когда же мы нашу рассаду бесконечно кормим химическими удобрениями она не успевает нарастить свою корневую систему а наращивает вверх 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 и вы попадаете вот в этот крут говорот когда чтобы сохранить вот эту верхушку вам опять придется покормить корни и корни из-за этого расти не будут все потом мы с вами высаживаем это растение в открытый грунт и опять же корней нет и нам все лето приходится кормить бесконечно химическими препаратами потому что как только мы перестанем это делать сразу же привет хлороз нехватка магния ну не хватка всех в принципе элементов поэтому я вас очень призываю нужно взять себя в руки как-то успокоиться и обратить внимание именно на то что у вас находится вот здесь вот корни нам сейчас не важно вот даже вот это вот вырастить потому что если мы с вами вырастим отличную мощную корневую систему то потом когда мы пересаживаем ее в открытый грунт это мощная корневая система начинает с огромной силой вытавливать выдавливать наращивать листья здоровые листья там у нас будет много питания и эти листья уже будут давать нам урожай и будут кормить тоже растения поэтому давайте мы сейчас это относится к любой рассаде будь то баклажан будь то томат а к баклажану томату и перцу это относится особенно потому что эти культуры продан плодоносит течение трех-четырех месяцев у нас очень долгое время поэтому мы не можем рассчитывать на маленькую корневую систему иначе у вас он выдаст первый урожай вы его снимете и все растение надолго замрёт пока она опять не нарастет корни поэтому первое правило у нас это правильный расчет посева рассады о котором я уже рассказывала как это сделать если вы пропустили спросите меня я вам обязательно отвечу в комментариях второе наращиваем не вверх не стараемся нарастить вот здесь дебри которые мы потом начинаем ломать когда везем их на дачу а начинаем выращивать корни я сейчас при вас переверну вот этот несколько стаканчиков я расскажу как сделать так чтобы корневая система была богатой как нарастить корни давайте посмотрим что у меня здесь есть вот такой томат сколько у него 4 5 настоящий листок посмотрите какая корневая система эти томаты вообще никакую свою рассаду я не кормлю химическими удобрениями и даже никакими комплексными удобрениями я их не кормлю вот видите корешки должны быть белые они должны быть серые и вот уже даже начинает оплетать можно его даже переваливать уже видите растение осваивает весь земляной ком хотя сверху она еще достаточно маленькая я бы сказала давайте посмотрим вот этот перец например в литровом кашпо что у него с корнями вот посмотрите какая корневая система толстые белые корни видите хотя растение тоже сверху каждый кажется не таким уж большим но какие здоровые у него корни что же нам делать тогда спросите вы как стимулировать вот эти вот корешки это же относится и ко всем цветам вот здесь я тоже самое сейчас буду делать и из питуней насыпал на нее немножечко друзья а делать что же нам делать нам нужно с вами пользоваться микробиологическими удобрениями биопрепаратов отличается от работы химических препаратов которые мы даем нашим россии и о том что биопрепараты в своем составе как правило содержит микроорганизмы взятые из натуральной живой природы они просто усилены при помощи селекции они находятся в более высокой концентрации так что же они делают эти микроорганизмы при внесении в грунт делают те элементы которые есть есть в воздухе есть в грунте есть в воде который мы поливаем но только эти микроэлементы не могут быть усвоены растениями поскольку они находятся в такой форме недоступные для растений так вот микроорганизмы которыми мы заселяем грунт переводят эти микроэлементы из воды почвы воздуха в такую форму которая может усвоиться нашими растениями соответственно весь объем грунта в котором находится корни растений это питательная среда то есть нет так что питание находится только возле корней растений нет эти микроорганизмы во всем объеме грунта и они делают его плодородным растение знает в какой момент его жизни что ему нужно я уже объясняла да что он вырастил два листа чувствует что у него корни слабый он сначала наращивает помидор например наращивает корневую систему потом дает следующие два листа так работает вот это развитие томата я понимаю что это может быть слишком занудно это может быть слишком сложно но я считаю что важно понимать как работает вот это вот выращивание рассады из чего оно состоит так вот наша с вами задача сделать просто плодородный грунт таким образом чтобы все элементы находились в доступной для организма растения форме а дальше рассада сама поймет что ей делать и какие микроорганизмы брать я в этом плане использую вот такое микробиологическое уровень удобрения оно очень хорошее но мне нравится и по составу и по форме использования потому что это гранулы которые я просто засыпала в грунт перемешала и ничего абсолютно не делать не надо у меня в моем телеграм-канале я не буду делать ссылку в ютубе потому что это не реклама но вы можете зайти в мой телеграм-канал я оставлю ссылку где я делилась как раз информации вот поэтому поэтому препарату она действительно очень хорошая с хорошим расходом здесь 800 грамм вам на один квадрат на 10 квадратных метров вот перекопку если вы копаете 60 грамм всего лишь нужно это три столовые ложки можно также в междурядье кто уже посадил можно внести в междурядье и немножко прорыхлить можно обязательно не можно а нужно под кусты вот я буду его и поджималась свою вносить обязательно а это наше российское производство компания башенком поэтому в принципе можно заказать в любой момент но конечно в сезон все это пользуется повышенным спросом что же я делаю вот у меня объем грунта здесь 5 литров на эти пять литров я внесла одну столовую ложку перемешала вот они вот эти вот гранулы и теперь я наполняю питательным вот этим грунтом горшок и буду переваливать туда растения я надеюсь что вы поняли в чем смысл сильной рассады зададите мне вопросы если вас будет интересовать и еще хочу сказать третий фактор правильного выращивания рассады третий фактор это то что нам нужно сделать такие температурные условия и сделать 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 такие температурные условия чтобы днем рассаде было тепло то есть около 20 24 градусов вот в этом диапазоне а ночью температуры были понижены это для того чтобы рассада не вытягивалась именно в таком режиме в таком температурном режиме рассада у вас будет коренастая и крепкая опять же когда мы не соблюдаем температурный режим и рассада у нас начинает вытягиваться у нас есть огромное большующее желание начать кормить рассаду химическими удобрениями вот я вас очень прошу просто умоляю не тянитесь в первую очередь вот к этой химии томат помидоры и огурцы химические с этой схемозой можно купить в магазине мы с вами пытаемся вырастить здоровый вкусный урожай высокого качества чтобы это были именно витамины а не просто какая-то клетчатка кстати вот это удобрение 33 богатыря которое я вам показала но значительно улучшает качество урожая которое мы получаем вкусовые качества и естественно содержание витаминов но когда растению доступны все микроэлементы которые ему надо то есть получается так что микроорганизмы которые мы вносим они переводят в доступную форму все микроэлементы и растение берет то что ему надо самому на том или ином этапе то есть когда она выращивать когда она цветет ему нужно одно когда она выращивает плод ему нужно другое когда плод зреет набирает сахаров ему нужно третье и вот все это растение само регулирует для себя поэтому сейчас когда мы вот так сдобрили грунт посадочный удобрением биопрепаратом я даже не назову это удобрение это биопрепарат 33 богатыря то растение будет наращивать именно корневую систему потому что оно такое маленькое еще оно сначала освоит объем грунта а потом уже будет наращивать листики вот это уже давно посажено видите вот здесь у баклажан уже начал дальше наращивать листья потому что он уже освоил основной объем грунта видите уже лист у него настоящий такой более жирненький растет вот он потому что уже освоен объем грунта теперь он может спокойно нарастить здоровую корневую систему вернее освоен объем грунта корневой системой и теперь он может нарастить листовой аппарат который он не потеряет который вот эта корневая сможет потом прекрасно кормить друзья еще раз хочу повториться что вот эти правила они работают для всех абсолютно растений именно для того чтобы вырастить сильную рассаду не стремитесь ее перекармливать для того чтобы она росла сверху нам не нужна вот эта пышная крона рассады потом мы везем в машине в ящиках и и на дачу она половина у нас ломается мы начинаем огорчаться нет давайте выращивать приземистую хорошенькую жирненькую толстенькую рассаду с богатой корневой системой именно это обеспечит нас богатым урожаем на протяжении всего сезона а не так что мы получили первую волну а потом ждем пока растение снова вырастет для того чтобы дать нам второй урожай нет хорошая богатая корневая система даст нам не одну волну урожая даже можете в этом не сомневаться мой опыт многолетний уже семилетний выращивания рассады я никогда ее не покупаю только в прошлом году было в плане эксперимента так всю рассаду я выращиваю только сама и так правильные сроки посева корневая система и температурный режим все это обеспечит нас богатейшим вкуснейшим урожаем я желаю вам здоровья мира добра пишите свои отзывы ставьте лайки пишите вопросы я стараюсь отвечать самое кратчайшее время